Дорогие друзья, приветствую вас на моем канале, с вами Тарас Березовец. Сегодня у нас уже 16 июля 2023 года. Сегодня поговорим с вами о том, как утро началось с взрывов на территории временно оккупированного Мариуполя. Также прогремели взрывы в Бердянске и Севастополе. Министерство обороны и струнных агрессоров сообщает об успешном отражении атаки надводных, а также летающих украинских беспилотников. Министерство обороны Украины ситуацию не комментирует. В ФСБ Российской Федерации накануне заявили о предотвращении покушения на жизнь двух известнейших российских пропалинисток Маргариты Симоньян и Ксении Собчак, которых по версии ФСБ собирались убить российские неонацисты, нанятые украинскими спецслужбами. Ну, разве могло быть иначе? Министр обороны Великобритании Бен Уоллес, ставший одной из ключевых фигур, закончившийся саммита НАТО в Вильнюсе, анонсировал свою отставку с поста министра обороны до конца нынешнего года. Причина интриги внутри НАТО и также нежелание администрации США назначить Бена Уоллеса следующим генсеком НАТО. Washington Post пишет о том, что ЗСУ были вынуждены изменить стратегию наступления после первых недель на Запорожской области. И Азербайджан обвинил Россию в нарушении союзнической декларации. И так обо всем, друзья, далее в нашем обзоре. Итак, Федеральная служба безопасности Российской Федерации накануне заявила о раскрытии якобы подготовки покушения на жизнь двух российских пропагандистов, главного редактора Russia Today Маргарита Симоньян и основательницы пропагандистского проекта «Осторожно, медиа» Ксения Собчак. Басманный суд российской столицы арестовал семерых фигурантов дела о покушении на Симоньяна и Собчак Среди арестованных, по данным российских независимых медиапроектов, оказались четверо подростков. Двоим из них вообще меньше 20 лет, 2005-2016 годов рождения. Еще один арестованный вообще был несовершеннолетним на момент совершения преступления. Их обвиняют по статье о хулиганстве. При этом в решении суда подготовка покушения не упоминается. В изложении российских карательных спецслужб покушение на жизнь Симоньян и Собчак готовили члены ненацистской группировки «Параграф 88», которые говорят о том, что название 88 является знаковым для всех знатоков истории. Цифра 1488 – кодовый лозунг белых супрематистов, националистов. Отшло 88 – это закодированное послание «Хайль Хитлер». Буква «H» или «H» – это восьмая буква в латинском алфавите. По версии ФСБ, этих самых неонацистов якобы наняла служба безопасности Украины и пообещала им по полтора миллиона рублей за каждое убийство. Что само по себе уже смешно. Сообщается о том, что членов неонацистской группировки задержали 14 июля в Москве и Рязанской области. Далее, еще веселее, у них был изъят на всех семерых один автомат Калашникова, 90, то есть три рожка, 90 патронов к нему, ножи, кастеты, резиновые дубинки, наручники, шевроны, флаги с неонацистской символикой, нацистская литература, средства связи, компьютеры, которые подтверждают их преступное намерение. Где, друзья, извините, фалоимитаторы, я вас попрошу, где они? Без этого вся эта история не взлетает. Естественно, обе пропагандистские принялись активно комментировать всю эту историю, визжать от восторга. Посмотрите, нас хотели замочить проклятые неонацисты по заданию украинских спецслужб. Симоньян прокомментировала, значит, это все смешно, сказала, что ее спасли в очередной раз российские спецслужбы. До этого, помню, она рассказывала слезливую историю о том, как она шла и увидела мальчика, играющего мячиком, кинулась к мячику. Ее остановила охрана из числа ФСБшников или ФСОшников, которые охраняют. Скажут, что подождите, если бы мы хотели вас убить, мы бы заминировали этот мячик. То есть не дали. Помните, как этот? Плачет Маша, да, уронила в речку мячик. Тише, Машенька, не плачь. Это был соседский мяч. Ну, то есть, вся эта совершенно глупейшая история, которая существует заключительно в воспаленном мозгу российских ФСБшников, а также Симоньян и Собчак. Кстати, как они оказались в одной компании, такое впечатление, что кто-то решил зло поиздеваться, в первую очередь, над Собчак. Она всячески пытается отмыться от своего имиджа, правда, безуспешно пропагандистский. Пытается строить из себя чуть ли не независимую журналистку. Недавно, напомню, проходила по криминальному делу о вымогательстве. Сбегала из России, пыталась сбежать, потом вернулась, что-то там, значит, порешала. Как крестница Путина, так утверждают. Ну, в общем, оказались они в одной компании. Явно это не нравится ни Симоньян, ни Собчак друг другу, но вынужденно их записали. Симоньян традиционно закончила пост, значит, фразой российских ультра-националистов. Работаем братья. Позже она заявила о том, что этих не нацистов надо передать ее отцу на перевоспитание. Он сделает из них настоящих мужиков. Это же двузначное заявление со стороны Симоньян. Ну и Кровавая Бароня, это телеграм-канал, который принадлежит Собчак, написал о том, что если все это правда, спасибо всем причастным службам за работу. Если нет, смысл был просто поставить меня в одно предложение Симоньян, то это обычная подлость. Ну, вот то, о чем я говорил. В любом случае, хочу в очередной раз сказать, что любой террор – это зло. Представители ее медиапроекта «Осторожные новости» связались с представителями неонацистской группировки «Параграф 88». И там заявили, что группировка никакого отношения к покушению на пропагандисток не несет. В то же время Russia Today публикует видео допроса 18-летнего неонациста Михаила Балашова, который называет себя создателем группировки «Параграф 88». Там он утверждает, что вовлек группировку несовершеннолетних и совершали нападение на лиц неславянской внешности. Ну, кстати, по этой логике и Собчак, и Симоньян попадают, потому что они лица явно неславянской внешности обе. И заявляют о том, что с ним связались спецслужбы Украины. Он, наверное, так хорошо нападал на лиц неславянской внешности. Он сказал, что проводил разведки места жительства Марейды Симоньян, за что получил деньги. После этого списался куратором, он оставил ему автомат Калашникова и деньги. Ну, то есть оружие для киллера, автомат Калашникова, куда проще подошел бы, правда, обычный стечкин, взлушительный. Ну, идеально, ну или ТТ-шний, в крайнем случае. Странное оружие для убийства. Не очень спрячешь, избавиться от него сложно. Но, тем не менее, вся эта история, дурнопахнущая, в российских телеграм-каналах живет своей жизнью. Идем дальше. Утро началось зажигательно, в прямом смысле. Прогремели взрывы в оккупированном Мариуполе и Бердянске. Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Работало ПВО оккупантов активно по линии Розовка, Никольская, Мангуш и Мариуполь. Прогремела также серия взрывов в оккупированном Луганске по объекту оккупантов. Также раздались взрывы Министерства обороны. РФ заявил якобы об атаке 9 беспилотников, в том числе двух подводных. Сообщают о том, что все они были поражены или были подавлены средствами РЭП. Эту же информацию подтверждает гауляйтер Севастополя Михаил Развожаев. Он заявил об уничтожении 7 беспилотников в районе Севастопольской бухты Балаклава и мыса Манганари. Он заявил, что два беспилотника были сбиты средствами ПВО на большом удалении. Пять БПЛА были подавлены РЭПами, не достигнув цели. А позже он заявил, что была вторая атака уже снова подводными беспилотными аппаратами. Проверить эту информацию независимыми средствами невозможно. Тем временем большой союзник и друг Украины, министр обороны Великобритании Бен Уоллес, который стал одной из ключевых фигур закончившегося вильнюсского саммита НАТО, заявил в интервью Times, что собирается уйти в отсталку до конца года. Он надеялся стать следующим генсеком НАТО, но сообщается о том, что он стал жертвой политиканства внутри Североатлантического альянса со стороны других лидеров, которые хотели видеть новым генсеком, главу государства или женщину. Кроме того, сообщали ранее о том, что у него возникли проблемы с Белым домом, из-за того, что Бен Уоллес заявил о программе подготовки украинских пилотов F-16 на территории Соединенного Королевства, и это якобы не понравилось людям в Белом доме. Поэтому администрация Байдена и поддержки ему отказала. Опять же, информация западных источников. Тем временем, западная пресса сообщает о том, что минные поля стали главным препятствием на пути наступления ЗСУ в Запорожской области. Об этом пишет издание Washington Post. По версии американских журналистов, российские военные заминировали территории глубиной от 3 до 10 миль. Это глубина от 5 до 16 километров. Они заминированы очень плотно противотанками, противопехотными минами и растяжками. Из-за этого сдерживается украинское наступление, и из-за этого подразделение продвигается вперед медленно, пешком. Техника в таких условиях движется, либо не может вообще, либо движется очень медленно после работы машин разминирования. Главный командующий ЗСУ генерал Валерий Залужный заявил о том, что Украина нуждается в специальном оборудовании для дистанционного разминирования. При этом он заявил, что Украина использует, поставляемое с Соединенными Штатами, системы М-58 Mine Clearing Line Charge. Или Ми-Клик они называются, но они также уничтожаются, и нам нужно их все больше, больше и больше. Залужный заявил, что минные поля это только одна из проблем, которая влияет на темпы наступления. Это проблема, которую мы видим. Можно ли было ее решить быстрее? Можно было. Как можно было бы решить? Генерал Милли знает. Другой вопрос, может ли он в этом помочь? Я не знаю, заявил Залужный. Ну и завершающая новость. Сегодня Азербайджан в лице Министерства иностранных дел обвинил Россию в нарушении союзнической декларации между двумя странами. После того, как МИД РФ позволил себе прокомментировать признание Армении, правительством Армении, Карабаха частью территории Азербайджана. Российский МИД накануне заявил о том, что решение Армении было принято на саммитах под эгидой Евросоюза. И предложила провести собственный саммит на уровне министра иностранных дел. Азербайджан выразил сожаление и удивление. Заявление МИД РФ не соответствует декларации о союзническом взаимодействии между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией. В России и в Москве хотели бы, конечно, все подобные заявления, саммиты принимались только при посредничестве РФ. Когда это происходит вне поля Москвы, там это вызывает живейшее раздражение. Но факт остается фактом. Армения медленно, но уверенно выходит из-под российского влияния. Ну, по крайней мере, пока при власти Пашинян. Это, кстати, повышает риски для его правительства, в том числе и внутреннего путча вооруженного, в том числе и убийства членов его кабинета. Очень много недовольных и промосковская фронта будет, безусловно, стремиться убрать Пашиняна, причем физически убрать его. И это повышает риски дестабилизации в самой Армении. Ну, а Азербайджан делает правильно тем, что пикает Кремль носом в их собственное говно, извините за слова, из песни слов не выкинешь. Такие у нас новости на сегодняшний день, друзья. 16 июля, смотрите за обновлениями. Подписывайтесь активно на канал, спасибо, мы очень быстро, динамично растем. Смотрите и шорцы, я вижу, вам нравятся. Шорцы, захотите, смотрите. Лайкайте, комментируйте трансляцию. Больше оперативной аналитики на моем телеграм-канале. По линку под моим видео, под каждым видео. Слава ЗСУ, слава генерал Валерия Залужина, слава Украине. С вами был капитан украинской армии Тарас Березовец. До новых встреч, пока-пока.